Всем привет! Сегодня у нас будет история от моей подписчицы, а точнее продолжение истории, то, что вы очень любите, а как же закончилось, а что там интересненького, да, а как эта девочка сейчас живет, что в ее жизни происходит. Такие комментарии я вижу под старыми видеоисториями, такими же живет, трепещущими, важными. Очень часто девочки спрашивают, расскажите, как у них сложилась судьба, чем это все закончилось. Но за сегодня вот девушка написала мне письмо с продолжением истории, так что давайте приступим. Я вам сейчас зачитаю, дадим свои комментарии, она опять просит вашей помощи. Итак, один раз я вам уже писала свою историю из видео, которое называется «На что ты меня променял?». Можете, кстати, сходить посмотреть это видео в первую часть. История в этом июне получила свое продолжение. Я уже начала свою жизнь заново без него. Как тяжело это не было бы для меня, но в июне он слезно опять просил дать ему второй шанс. Попробовать еще раз. Мы общались весь июнь, когда открыли границы, мы решили встретиться. Я приехала к нему на две недели. Поначалу все было хорошо, мы общались, ездили по Анталии, он сам водил меня по магазинам, спрашивал, нужно ли мне что-то, в порядке ли у меня все и так далее. Он в целом взял на себя все расходы, когда я была в Анталии. Но в один день я начала чувствовать, он как-то отчужденно себя ведет. Он всегда говорил, что мои чувства смешаны, я не могу сказать каждый раз «я тебя люблю». Я же сказал тебе уже один раз это. Он всегда говорил, что к нему относились очень больно, говорили «я тебя люблю», а потом относились после этого как к собаке. Я ему сказала, что через неделю, если ты меня не любишь и ничего не чувствуешь ко мне, давай разойдемся, чтобы мне опять не было больно. Между нами ничего не было. Он сказал, что его все устраивает. Все потом было хорошо, но я проводила в отеле дни одна. Он был свободен только вечером, но и тогда мы уже никуда не ходили особо. Когда я ему говорила, давай выйдем погулять хотя бы на 10 минут, он говорил, ты что, не видишь, я устал, мы не понимаем друг друга. Если бы ты меня любила, то никогда бы не просила выйти погулять, когда я устал. То есть ты бы меня типа уважала, да? И вообще тебе только от меня деньги нужны. О деньгах я его не просила. Он всегда мне предлагал что-то купить, я просто не отказывалась. В общем, в последние дни он себя уже никак не проявлял ко мне, мы даже не целовались. В день моего отлета мы проснулись, и он сказал, до свидания, береги себя. Когда приедешь домой, звони сразу. Обнял, поцеловал меня в лоб. И когда уже притянула его к себе, он ушел. Все свои вещи я уже унесла сама. Когда сидела на ресепшене, написала ему, приди, посиди со мной хотя бы 5 минут, проводишь меня. Он мне не отвечал. Хотя то заходил, то выходил из мессенджера онлайн. Потом написал, что ой, я не видел сообщения. Я улетела, мы общались, как обычно, еще 2 дня. Потом он мне не позвонил, как обычно, перед сном. Я ему написала, почему так, и что у меня всегда есть ему время написать. Это занимает всего лишь 1 минуту. Он ответил, что мы не понимаем друг друга, и что он больше не хочет, чтобы мы общались. Иногда он проявлял свой характер. Например, когда мы ехали в автобусе, я не хотела сидеть, а он мне говорил, садись, надо сидеть. Я ради него пошла против своих родителей, потратила деньги, чтобы с ним увидеться. А он мне разбил опять сердце. Вот здесь даже остановлюсь. Опять. Он разбил. Вы перекладываете вину на него. Это был ваш выбор. Вы тратили свои деньги. Вы знаете, что вы делаете. Вы вините его. Мои родители уже совсем смирились. Готовы были его принять в гости и познакомиться. Он всегда говорил, что знакомство с родителями, тогда уже и речь пойдет о свадьбе. А мы к этому не готовы еще. Калина, я прошу вас мне помочь. Я, наверное, глупая и ничего не понимаю, что вообще такое было. Зачем он так просто этот второй шанс спросил? Говорил, что все его устраивает. А в итоге моя самооценка ниже принтуса. Я не знаю, что мне делать, как двигаться дальше. Очень по-детски, но зато, правда, мне всего 22 года. Это мой первый молодой человек. Я его полюбила со всеми его недостатками. Видимо, нельзя никому показывать хорошее отношение. Особенно мужчинам большое заблуждение. Неверный стереотип, который у вас идет. Вот это научение, установка не ваша. Это вам это рассказали. Не вы к этому пришли, сразу говорю. Мне хочется просто исчезнуть, чтобы никто не знал, где я. Горина, пожалуйста, разберите мою историю на канале. Потому что я сделала все для него, что могла. Я открылась ему. Я вообще очень добрая по жизни. И многое могу людям спустить. Легко все забывая. У меня престижное образование. Я самодовольна, симпатичная, умная. Знаю пять иностранных языков. А он в очередной раз меня растоптал. И я боюсь, если он вернется, что я его легко могу простить, потому что правда люблю. А он этим пользуется. Извините, что так объемно. Буду ждать вашего совета. Спасибо за рамки. Я вас всех приглашаю на участие в моем марафоне по отношениям мужчин и женщин. Марафон будет у нас длиться, как всегда, 4 эфира в месяц. Также у нас будет поддержка чат для общения в WhatsApp, где вы можете задавать свои вопросы, делиться тем, как у вас идет течение прохождения марафона, выполнение заданий психологических, которые я даю в эфире, обсуждение их. Поддержка, самая главная поддержка других девушек, кто в этом сообществе состоит в чате. И, естественно, я всегда даю свои комментарии в чате, отвечаю на ваши вопросы. Вы можете туда писать ваши индивидуальные вопросы по поводу ваших каких-то конкретных ситуаций или что возникает во время выполнения этого марафона. Ну, о марафоне самом, да. Первый эфир у нас стартует 2 сентября. Эфиры будут по четвергам. 4 эфира, 4 разных тем. Вы узнаете в ходе марафона, что такое здоровые отношения между мужчиной и женщиной, почему у меня срабатывают установки не на тех мужчин, или я попадаю не в те, в проблемные, трудные, сложные отношения с мужчинами и каждый раз нахожу одних и тех же, с которыми не получается. Также у нас будет обязательно затронута тема токсичных отношений, причины этих токсичных отношений, вы узнаете, как в них не попадать. Также тема будет затронута того, а как идеальный, как мне встретить идеального мужчину, образ этого, я помогу вам создать образ этого идеального мужчины для себя, как этому образу прийти и встретить по этому образу и подобию своего идеального мужчину, который вам будет подходить. И также, а как, когда я встретил идеального мужчину, как сохранить эти отношения, как правильно взаимодействовать, где расставлять личные границы, где заканчивается мое «я» и начинается наше общее с ним. Вот эти все важные вопросы будут на нашем марафоне, который продлится 4 недели весь сентябрь. Со второго числа стартует наш марафон. По поводу оплаты. Стоимость марафона 2000 рублей, как и в предыдущий раз. Девочки остались очень довольны, им понравился результат. Мне это очень приятно. И поэтому по их запросу, по сути, по их желанию, я написала и второй марафон. Я оставляю свою почту под каждым видео. На почту вы мне можете написать просто письмо. С темой письма «Марафон отношений». И написайте «Я хочу участвовать». И я вам вышлю инструкцию по поводу оплаты и участия в марафоне. Все очень просто. Внести оплату можно в течение всего этого месяца. И также после старта марафона еще несколько дней в сентябре. Потому что вы можете все равно подключиться и в записи посмотреть парочку первых эфиров. Подключиться потом все равно тоже можно будет. Спасибо всем за внимание. Теперь переходим к просмотру. Вот реально, не сочтите неправильно. Я там пользуюсь возможностью, рекламу делают. Блин, уважаемая моя подписчица, дорогая девочка, вам точно надо ко мне на курс по отношениям мужчин и женщинам. У вас нет вот этих понятий, то, что есть у нас на курсе, что я буду рассказывать. О том, какие отношения нормальные, как обратно не вернуться, почему я так поступаю, почему меня к нему тянет. Я вашу историю сейчас разберу, точнее не историю, а ваше поведение. Дело не в возрасте 22 года. Поверьте, в 22 года есть такие ушлые, прожженные девчонки. Они фору дадут многим тетям 40-летним, понимаете, и тетям постарше гораздо. А есть женщины, те же тети, в 50-55 лет, которые на уровне, я не знаю, 19-летних девчонок рассуждают вообще, которые вот с чистыми открытыми глазами. Но дело не в наивности. Это личные проблемы людей. Если ты а-ля такой инфантильный, наивный и так далее, но у тебя же есть какое-то желание, это зачем-то быть таким, да, это определенный образ поведения. Как правило, это убегание от ответственности. Пока я ребенок, пока я не беру ответственность, ни за что отвечать не надо. Все вокруг виноваты. Проблема в том, что вы его винить. Про второй шанс он мне на курсе будет. Это немножко из токсичных отношений, про вторые шансы. Второй шанс дают человеку, который хочет, не то, что обещает, но своими действиями уже показывает, что он меняется. Действий у вас никаких не было, были только слова. Вы а-ля такой, знаете, ему дали этот второй шанс, как бы правильно сказать, авансом. И доверие аванс не оправдался. Вы даете второй шанс. Вы видите, я сама трачу деньги на полет. Вот если вы даете второй шанс, то просто он билет покупает. А если у него нет денег, о каких отношениях идет речь? В плане, как дальше они будут развиваться? Каждый раз за себя вы, вам 22 года, а вам где деньги брать, если у него их нет, он чуть старше вас. Понимаете, я к чему, что это уже априори история странненькая получается, без будущего и так далее. Отношения на расстоянии, отношения дорогие. Это полеты, визы, отпуска, вся вот эта история, отели. Это, как бы правильно выразиться, надо понимать, во что ты влезаешь. Это определенные финансовые риски и затраты. Либо это будут мучения, когда вы далеки, это невротическая история, кстати, да, когда вы сидите далеко друг от друга в разных странах на большом расстоянии и страдаете, как вы друг друга любите, жить друг без друга не можете. И вообще, короче говоря, одно страдание и боль. Но тогда люди в такие сложные отношения влазят для того, чтобы страдать и чтобы было больно. Это невротические отношения называются. Вот я что хочу сказать. Если ты вступаешь в далекие отношения на расстоянии, понимаешь, что она деньги будет тратить. Как-то это определенные трудности, которые надо будет преодолевать. А если вы вступаете для кайфа от трудностей, другая история. Вам отношения не нужны, вам не нужно будущее, вам нужно страдание. Вот это вторичная выгода, которую вы, свои какие-то потребности, может быть, самооценки и так далее, страхи свои, ненужности и тому подобное закрываете. Вот и к чему. И я вижу прекрасно, что вы складываете ответственность на него. Он же пообещал. Ну что, что пообещал? Вы покупали билет. Вы, когда давали второй шанс, должны себе в голове были держать. Он может это не оправдать. Он может не воспользоваться вторым шансом. У вас этой идеи не было. И дело не в том, что, ой, мне 22 года, а я маленькая наивная. Нет, вы хотите так воспринимать эту историю. Вам, с какой-то точки зрения, с вторичной какой-то выгоды, выгодно быть в этом образе ребенка. В 22 года наши бабушки детей уже по двое, по трое кто-то имел, рожали, самостоятельно жили с мужьями и так далее. Дело не в инфантильности и возрасте, а в вашем желании быть инфантильной. Это позволяет мне закрывать глаза. Я пошла против своих родителей. Понимаете, вы вкладывали изначально, вот опять вопрос на моем курсе, что будет. Гармоничные и счастливые отношения только когда вкладывается 50 на 50. Не может один человек тянуть все. Не идет игра в одни ворота. Это не счастье, это ненормально, это уже не о любви двух людей. Здоровые отношения – это те, в которые вкладываются мужчина и женщина, хотя бы ровно по половине. Я не про финансовое, я про эмоциональное. Про любовь, про чувство. Знаете, это не как в фильме обаятельное и привлекательное. Помните, у Шурочки на работе была коллега, которая сказала, что в отношениях всегда один любит, а другой позволяет любить себя. И когда она спрашивает, а ты кто в этих отношениях? Любишь или позволяешь любить? Она сказала, что я дурочка, что ли? Конечно же, я позволяю себя любить. То есть априори я начинаю отношения с мужчиной, которого я не люблю. И там уже счастья не может быть, гармонии в отношениях таких нет. Это определенные расчеты, закрытие своих страхов, одиночества и тому подобного. Немножко от лирики тема отступила. Так вот я к тому, что складывая отношения все яйца в одну корзину, тогда назовем, одной тянуть, одной стараться, так не работает. Результат хороший у них, это априори уже как бы безрезультативно. Вы когда-то выдохнетесь, встанетесь на долгой дистанции. И будут скандалы, будет расставание, это ненормально. И вот вы старались притянуть гораздо больше, чем есть на самом деле вы. И шанс, может, и честно скажу, вот если так разбирать, потом сидеть детально, возможно, он не так уж и страдал и просил о втором шансе. А вы хотели просто дать этот второй шанс. Вы притянули больше, чем было на самом деле запроса от этого человека. Поэтому у вас такое большое разочарование и боль. Вы так создали эту ситуацию, вы хотели давать этот шанс в большей степени. Так вот, про вторые шансы. Когда вас обидели, унизили, ваша история была до этого, видео было, понимаете? На кого-то меня променяла. От вас уже отказались. Это вопрос вашей самооценки. Почему человек, который мне отвергает, я даю какой-то второй шанс? Не я должна давать второй шанс. А для второго шанса он должен просто метать, рвать, землю грызть, понимаете? Доказывая, что он хочет этот второй шанс. Доказывая, что он изменился. Или он жалеет о том, что произошло и хочет все изменить. А он ничего этого не делал. Это вы купили билет, вы убедили своих родителей, что все, типа, они уже смирились даже с вашим выбором. Только ему этот выбор не нужен был. Это вы в него вцепились, а не он у вас. Вот в чем проблема, я-то милая моя девочка. Что я хочу сказать? Я знаю, по какой причине вы в него вцепились. Поанализируйте, похож ли он на отношения с вашим папой. Вам нужна вот эта мужская роль мужчины в отношениях. Вам это нужно. Он это закрывает, скорее всего. Либо вы отверженный ребенок, которого воспитывала бабушка или не было внимания папа-мама. Вы это хотите возместить в нем. И вы так насильно в него цепляетесь. Ну, парень нехороший. Парень обманывающий, но чисто турок. Который не может сказать открыто. Я уже в конце даже сказала, отстань от меня. Я не хочу, чтобы мы продолжали общаться. А вы вот это общение натягивали во всем. Я ему писала смс-ки. Я приехала домой. Я ему даже предъявляю, что ты мне не можешь ответить. Да зачем? Вы видите к себе скотское отношение? Вы видите, что он заходит онлайн, не заходит и не читает специально, не открывает сообщение, чтобы не стояло две галочки о прочитанном. А потом вам сказать, я не увиделся. Ты что за бред? Ты смотришь в телефон, ты не видишь сообщения. Ты что, слепой? Или ты дурак? У тебя мозгов нет? Вот так вы должны были с ним разговаривать, понимаете? А не хавать все, что он вам кидает. Все вот это вранье, ложь. Вы хотели обманываться. Вот в здоровых отношениях, в чем я на курсе рассказываю, в здоровых отношениях, когда вот такое, а-ля там, я сижу на ресепшене, сейчас буду уезжать, я ему пишу смс-ку, выйди со мной, попрощайся, да. А он потом уже через время пишет, ой, я не увидела сообщение. Вот послать уже тогда надо было. Вас уже наплевали на вас. К вам уже отношение вот такое, что вас не провожают, вас не целуют. Что вам еще надо? Вас надо что, пока вас бить начнут? Вы зачем в это тактично такие отношения залазите? Когда вас разрушать будут, ведь человеку неинтересно, а вы пытаетесь притянуть. Вот в чем ваша проблема была. Вам нужно выстраивать, моя рекомендация. Дело не в доверии, не в том, что надо теперь закрыться. Вот оно, установка неправильная, не ваша. Нужно теперь что, типа, если показываешь хорошее отношение к мужчине, теперь надо, типа, закрыться и вообще никого не любить. Да бред это. Это неправильно. Надо слушать свои колокольчики, вот эти моменты, когда мне что-то не нравится в отношениях. Не закрывать на это глаза, выяснять отношения. Если человек не меняется, расставаться с ним. Вам надо понять, что вы за него так держались. Что он вам такое закрывал. Дело не в том, что он первый. Нет. И что-то другое. Вам уже 22 года. Вы уже взрослая. И вам поразврослеть. Принимать ответственность за поступки в своей жизни. Да, я его такого выборала. Да, я допускала ошибки, натягивала реальность. Хотелось верить, хотелось обманываться. Но для меня это опыт в будущем не повторять моих ошибок. Вам нужно выстроить образ, первых, идеального мужчины для себя, в честь его все минусы. Во-вторых, если вам что-то не нравится в отношениях, в будущем отношениях, сразу соскакивать, не тянуть, не закрывать на что-то глаза. Вот такая моя рекомендация. В общем, девочки, пишите ваши комментарии, что вы ей посоветуете. Я отставляю свою почту в инфобоксе. Вы можете написать свою историю на канал. Вы можете записаться ко мне на индивидуальную консультацию как к психологу. Или можете поучаствовать в нашем марафоне про чувства и эмоции отношения с мужчинами. Написать просто мне письмо в теме, указать, что я хочу участвовать в марафоне, марафон чувства и эмоции. Спасибо за внимание. Жду ваши комментарии. Всем пока.